Ситуацию вокруг конфликта на аэродроме школьной прокомментировали сами военнослужащие. Воскресенье пресс-служба Минопороны заявила о захвате воинской части в Одессе. Эту информацию полиция сразу же опровергла. Военнослужащие утверждали, что застройщик нарушил границу военного городка, но оказалось, что у него были все разрешительные документы. На адресу командира частини или в саму військовую часть никаких документов. Нас предоставили, что в неделю о 8-м ранку они будут начать работать на данной территории, не было. И дозвольные документы, которые фигуруют сейчас в этой справке, были наданы только в день, когда все это произошло. По требованию военнослужащих прокуратур, они уже предоставляли. Для военнослужащих части данные документы не отходили. Для урегулирования ситуации в понедельник состоялось совещание под руководством губернатора Максима Степанова. Компромисс удалось найти. Минобороны на законных основаниях будет по заявке застройщика давать возможность использовать этот проблемный участок в границах дозволя. Забудовник на час, пока будет реализована документальная договоренность, он обязуется демонтировать проблемный паркан, который сейчас за нашей спиной. И после отримания дозвола, потом уже на той территории, которая будет дозволена для использования, будет установлен новый паркан. Застройщик уверяет, работы у аэродрома продлятся еще около 8 месяцев, после чего компания уберет заборы и вернет территорию вокруг военного объекта в первоначальный вид. Продолжение следует...